всем привет меня зовут александр мирошников и сегодня в нашей рубрике что должен знать и уметь персональный тренер мега уважаемый человек как всегда интересная и занимательная тема я сегодня отвечу на вопросы подписчиков канал нас есть два интересных вопроса итак первый вопрос мой студент евгений принес мне чай мы с ним пили чай ели фрукты и естественно задается мне вопрос есть ли отличие вообще в чай или есть же зеленый чай есть экстракт зеленого чая есть чай улунг и как они влияют на состав тела и соответственно похудение времени у нас мало давайте сначала разберемся если отличие между чаем и так существует у нас только одно растение называется на камелия китайская каждый раз мы с вами пьем одно лишь растение а думаем что это разные совсем очи и так различные типы чая классифицируются по степени ферментации во время производства каждый из четырех типов с различным химическим составом это не ферментированный зеленый чай частично ферментированный улун чай мой любимый чай полностью ферментированный черный чай и пост ферментированный чай это когда залили его химией потом еще он должен отлежаться лет десять например это чай пуэр вот это да скажете вы оказывается мы пьем одно и то же растение и в зависимости того сколько химии на это растение насыпали чай становится все дороже дороже становится пуэром или становится черным чаем но мы видим разницы между ними достаточно мало но сегодня мы изучаем экстракт зеленого чая и чай пуэр давайте начнем чая пуэр чай пуэр известный и популярный напиток в юго-восточной азии пост ферментированный чай требующий длительного хранения и ферментации чай пуэр отличается зеленого чая меньшей доли содержания растворимых ингредиентов и меньшей доли катехинов полифенолов и свободных аминокислот чем зеленый чай поскольку он полностью ферментирован эффективные компоненты чая п.р. были изучены в том числе полифенолы алкалоиды белки витамины свободно минкислоты углеводы минералы и гамма-миномасляная кислота и так начнем с периодики 2014 год интересная работа и результаты этого исследования показали метаболическую выгоду от ежедневного приема чая пуэр в течение трех месяцев по или соответственно дни пили плацебо другие три раза в чай пуэр нет доставленных улучшений в метаболических липидных профилях или уровне сахара в крови но было отмечено небольшое снижение массы тела и индекса массы тела особенно в мужской подгруппе внимание мужчинам снижение массы тела в женской подгруппе не было статистически значимым на 2014 год они еще в то время не знали что кончилась война это конечно же хорошая работа двойной слепой плацебо ркс лепили всех 59 человек 3 грамма в день и плацебо в течение 20 недель и как я сказал уже 2016 год давайте посмотрим результаты этой работы и так индекс массы тела мы видим плацебо даже чуть приподнимается пуэр обваливается достоверно статистически значимо фэт масс тотальный фэт масс также плацебо стоит на месте пуэр бум вниз далее фэт масс руки плацебо даже наоборот набирает пуэр вниз и фэт масс ноги недостоверное отличие но мы видим также пуэр здесь бьет и действительно понижает жировую массу шла саша по шоссе и сосала сушку перед тем как мы начнем говорить о зеленом чай необходимо размять язык достаточно сложное название но время нас мало вперед-перед к знанию перед тем как мы начнем говорить о зеленом чай необходимо размять язык и так основными компонентами зеленый чай являются катехины такие как эпигалкотехин галат эпигалкотехин эпикотехин галат и эпикотехин у меня получилось ура которые полезны для здоровья человека среди вышеперечисленных катехинов и к к г является наиболее распространенным катехином зеленого чая считается наиболее биоактивным компонентом для снижения массы тела что достигается за счет уменьшения дифференцировки пролиферация дипоцитов во время липогенеза зеленый чай обычно содержит небольшое количество кофеина которая по оценкам составляет от 3 до 5 процентов от его сухого веса научная переводка 2015 год 115 женщин 856 миллиграмм день три раза в день по или рандомизированы двойной слепой рк и 12 недель всех ослепили самое лучшее исследование и так выводы в этом исследовании мы продемонстрировали что экстракт зеленой чай с высокой дозой и пико пикал катехин галата 756 грамм а миллиграмм позволили не только уменьшить массу тела индекс массы тела у женщин с ожирением после 12 недельного лечения но также привело к значительному уменьшению окружности талии вот в 2008 году они провели исследование всего лишь давали пациентам 360 миллиграмм день эффекта такого не обнаружили далее 2015 год 14 женщин и бегала катехин галат всего лишь 125 миллиграмм но добавили аэробную работу нам это очень интересно и понятно что плацебо другая группа принимала и так эффекты мы видим фит оксидейшн соответственно плацебо также есть после тренировки 20 минут ровной работы но здесь наш с вами зеленый чай конечно достоверно отличается далее глицерол наличие глицерола в крови в одной точке достоверное отличие но мы с вами двух выведем в самом начале и соответственно после аэробной работы и опять здесь группа существенно отличается от группы контроль приступим ко второму вопросу подписчик канала задает вопрос уважаемый александр спасибо за фильмы смотрю ли регулярно посмотрел ваш фильм а была ли елена в трое вы утверждаете что елены в трое не было может вы еще скажете что и сатаны нет уважаемый александр так зовут героя который задал этот вопрос да действительно сатаны нет и не было и достаточно легко вам докажу это потому что те группы которые называют себя металлистические группы металлика оверкил акцент deep apple ну и так далее и тому подобное каждый раз надевает на себя различные металлистические вещи берут гитару фуза начинать что-то наигрывать и говорят что якобы они относятся к тяжелому року это как раз и доказательство небытия сатаны эти группы не знают что такое пласт бит а пытаются влезть металлистические группы давайте шейн эндбери расскажет вам что же такое настоящий бласт бит ну бас бит наверное я бы его так и писал а вот рок бит это вот так а так слэйр бит это я его так называют слэйр бит а вот двойной это для меня образцовый бласт бит вот так поэтому те группы которые вот так вот делают не мог допустить сатана если бы он существовал и так если вам фильм понравился то не забываем ставить лайк и конечно же подписываться наш канал на самые занимательные и веселые практичные а главное научной темы все пока пока